Так появляются наследники Александра Усика и Василия Ломаченко. Спустя шесть месяцев после начала работы боксерский клуб Академия бокса провел первые соревнования. 25 пар боксеров вышли на ринг, чтобы побороться за первенство на открытом турнире среди юношей 12-17 лет. Приветствовала участников руководства Федерации бокса Одесской области. Открытый кубок запомнится участникам не только зрелищными поединками, но и презентацией гимна боксерского клуба Академия бокса. Автором и исполнителем текста стал воспитанник клуба. Говорит, что его вдохновила сама атмосфера, царящая в клубе Академия бокса. Вдохновила, наверное, боевой какой-то дух, да. Ребята, коллектив, я, знаете, ощутил здесь вот как семейное, такое родное, потому что Академия бокса, мне кажется, это как вот большая семья, семья большая просто. И здесь чувствуется вот это вот все, оно тепло, вот это чувствуется, коллектив и так далее, люди, поддержка от каждого. И вот как-то написалось оно само, вот так вот, с помощью этих людей и всего вот этого. Первыми вышли на ринг самые юные воспитанники боксерского клуба Академия бокса, которым всего 5 и 6 лет. За жажду к победе и старания оба участника получили медали за первые места и ценные призы. Хочу сказать спасибо своим тренерам. Это я, это я гута своим. Я очень хорошо готовился, у меня был серьезный такой соперник, но смог узнать все свои тайные коды, его смог одоить. Я буду дальше заниматься моими любимыми тренерами и я буду дальше получать медали. Я не только на бокс хожу, я еще на тайский бокс. Мой папа тоже чемпион, но я хочу быть как он чемпионом. Я рад, что пошел на бокс. Я с Олегом очень долго ходил на бокс и в ринге занимался. И когда я вышел из ринга, мне не было тяжело. Я рад был грамоту, подарок. Я очень рад был. Президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев отметил, что подобные турниры, как правило, дают хороший старт для дальнейшей профессиональной боксерской карьеры начинающим спортсменам. Из таких малышей, которые, мы думаем, маленькие малыши, вот с них действительно становятся чемпионами. Чемпионами, легендами становятся. Поэтому надеемся, что из наших малышей отсюда станут чемпионами. Открытый недавно новый боксерский клуб Академия бокса на базе Одесской юрокадемии уже принес копилку областной федерации бокса множество золотых и серебряных медалей. Спортсмены клуба за непродолжительное время успели стать чемпионами Украины, Европы и мира по различным видам единоборств. Впечатления очень высокие, приятные, потому что действительно мне довольно приятно, что я присутствую на первом открытии турнира клуба Академии бокса. Действительно, это очень приятно, что мы в нашем городе, в нашем области почти каждую неделю мы открываем где-то новые клубы. Вот это очень приятно, вот так пошло. Дай бог, чтобы этот год был такой благотворительный, чтобы и в будущем, чтобы у нас всегда было вот так. Ну, приятно то, что действительно Валентин Федоров, он очень помогает боксу, у нас хорошая команда, коллектив хороший. Очень благодарен Сергею Васильевичу, потому что действительно он дает возможность условий такие нам развиваться. Бокс в Одесской области занимает ведущее место по количеству призеров международных соревнований. Последние успехи наших спортсменов – результат совместных усилий Федерации бокса Одесской области и учебных заведений, всячески способствующих развитию этого вида спорта. В первую очередь речь идет о локомотивах боксерского движения среди молодежи, Одесской юридической академии и Международном гуманитарном университете. Одесская юрокадемия совместно с Федерацией бокса Одесской области возродила проведение универсиады по боксу, которое не проводилось в Одессе уже много лет. Вице-президент Федерации бокса Одесской области, президент боксерского клуба Академия бокса Валентин Федоров отметил, что главная цель открытого кубка по классическому боксу – популяризация этого вида спорта среди молодежи. Вы знаете, развитие спорта очень важно в нашей стране. Почему? Потому что спорт – это дисциплина, это самоорганизация, это развитие. И когда развивается спорт, тогда развиваются и дети, тогда они не находятся на улицах, тогда они не занимаются непонятно чем. Они развиваются физически, ментально, морально, интеллектуально. И это все дает возможность в будущем строить успешное, нормальное общество. Именно поэтому Национальный университет Одесской юридической академии является одним из самых спортивных вузов страны. Несмотря на то, что это не главный наш профиль, тем не менее, у нас огромное количество чемпионов Украины, мира, Европы. И это очень важно, когда открываются клубы, когда развивается инфраструктура. И такое взаимодействие университетов, спортивного сообщества и дает результат. Вот сегодня в боксерском клубе Академия бокса проходит турнир, открытый кубок Академии бокса, в котором принимают участие около 50 пар. Это практически 100 спортсменов из нашего города, из нашей области, которые сегодня приехали и которые сегодня показывают класс. И для меня лично это тоже дебют, потому что маленький спортсмен, мой сын сегодня тоже впервые принимает участие в этих соревнованиях. И в 5 лет он сегодня уже боксирует и уже показывает серьезный результат. Поддерживают юных боксеров их тренеры. Они говорят, что бокс – это тот вид спорта, который требует немалых стараний, чтобы получить желаемый результат. Это для нас первый опыт для шумовой Академии бокса проводить подобные мероприятия. Но будем надеяться, что это не первое и не последнее наше мероприятие. И дальше больше, как говорится. Сегодня выступал мой воспитанник. Буквально месяц назад ему исполнилось только 5 лет, а он уже побывал на соревнованиях. Он проходит через такие же тренировки, как и я, как и все остальные, в меньших нагрузках, все в этом роде. Молодец, подготовились хорошо. Оба победителя. Опять же, 5 лет результат очень хороший. Поэтому я думаю, что мы воспитанникам очень большое будущее в боксе. Ребята перспективные. Есть также воспитанники нашего клуба, которые только начинают себя пробовать. И для них это как мотивация, как какая-то ступень повыше. Всегда становится выше и лучше. А мы только развиваем и поддерживаем это. До сих пор продолжается набор, как и в детскую группу, в взрослую группу, в группу для девушек и женщин. То есть приходят все желающие. У нас огромные тренера, которые располагают разным видом спорта. Они учат с нуля. Всех обучаем. Всех ждем в нашем клубе. Более 50 спортсменов приняли участие в первом открытом турнире по боксу. Соревнования для более опытных спортсменов стали очередной возможностью продемонстрировать свои умения и навыки. Сегодня от боксерского клуба «Атаман» приехало 10 участников. Это дети от 12 до 17 лет. Мы готовились к этому турниру заранее. Мы подали заявку заранее 10 человек. Очень важно для этого возраста как можно больше соревнований. Потому что в соревнованиях они достигают опыт, силу, уверенность для следующих, более важных турниров чемпионатов Украины, Европы и мира. Ну, конечно же, такие спортивные турниры нужно проводить. Это и возможность ребятам реализовать себя, и показать наработанное. Любой турнир является приобретением какого-то опыта. Ну и плюс возможностью проявить характер и сделать то, о чем мечтал. Я думаю, что таких турниров большое будущее. Хорошо организованный турнир. Приятная, добрая, дружеская атмосфера. Все продумано в зале было. С благодарностью людям, которые организовали, предоставил зал. Зал такой, полной готовности. Ну, интересные есть бои, достаточно такие. Есть бои плотные, равные. Мы еще все впереди, будем смотреть. Пока Академия вообще недавно открылся этот клуб. Этот турнир здесь проходит впервые. Мы на этой площадке тоже проводим соревнования. Ну, впервые. Зал очень классно соответствует нашим требованиям. Сегодня, ну, сегодня такой день. Сегодня у нас еще сборная молодежи и сборная по элите. Одни едут в Харьков на чемпионат Украины по молодежи. Другая команда едет в Мариуполь на кубок Украины по элите. И сегодня все равно даже в такой день, когда тренера со спортсменами, со своими парой съезжались. Мы сегодня собрали здесь более 50 участников, молодых ребят. Бои проходят очень конкурентные. Бывалые тренеры и их воспитанники рассказывают, что приехали сюда не только за победой. Каждое соревнование – это серьезный опыт. Многие титулованные боксеры начинали свой путь именно с таких поединков на открытых кубках. Мы приехали сюда за опытом, так как нас ждут впереди чемпионаты области, чемпионаты Украины. И сегодня вроде бы как 50 человек, но я вижу, что первые номера приехали, которые выступали и на чемпионатах области, призеры Украины. То есть мы, как новички в этом виде спорта, боксеры, мы приехали за опытом. То есть я вижу, что мы растем и скоро мы составим конкуренцию всем боксерам, можно клубам Одессы и всей Украины. На этих соревнованиях можно почувствовать вкус победы, так как в каждом бою у нас показывается, кто первое место, кто второе. И именно так, если ты побеждаешь и ты чувствуешь этот вкус победы, особенно в первом бою, в первой схватке, то тебе хочется еще и еще, и это действительно очень приятно. Ну, чтобы набраться опыта и победить. Ну, я победил, но нужно делать выводы над ошибками. Я представляю клуб Бакабраде, у нас очень большая команда. Соперник был очень хороший, это была девочка. Она достойно держала себя на ринге. Я очень долго готовилась к этому дню. Ну, прошло все хорошо, как я планировала закончить. Ну, в принципе, хорошо. Мой соперник был достойным, но я считаю, что ему надо чуть больше набраться опыта. Многие почетные гости впервые побывали в стенах боксерского клуба «Академия бокса», но уже успели отметить высокий уровень проведения турнира. Администрация клуба приложила все усилия, чтобы создать комфортные условия как для спортсменов, профессиональных судей, так и болельщиков. Хотелось, в первую очередь, поздравить Валентина Федорова с тем, что он действительно провел первый турнир и развивает бокс, потому что, в любом случае, первый турнир уже есть достаточное количество участников. Это высокий, я считаю, уровень подготовки к тренерам, спортсменам, потому что здесь много именно спортсменов выступает именно с Академией бокса. И также весь город. И тренера с Мэйни-школы здесь представили своих спортсменов, поэтому я считаю, здесь очень высокий уровень для первого турнира. Показать свой клуб, показать свои навыки – это просто прекрасно. Бой прошел хорошо, отлично, мне понравилось даже. Противник тоже был очень хороший. В общем, мне понравилось все. Все участники турнира получили медали и дипломы, а командам, которые собрали наибольшее количество медалей, вручили кубки. Также кубками были награждены боксеры в номинациях «Лучшая техника», за волю к победе, за силу характера и золотыми табличками, за самый зрелищный бой. В открытом кубке по классическому боксу первое командное место абсолютно заслужено. По итогам оценки судей заслужила команда «Дю США-5», а также ребята получили награду за самый зрелищный бой. Второе место пьедестала заняла команда клуба «Братья», и третье место забрала команда «Коган Тим». Честно скажу, соперник был очень опытным. Все-таки кандидат в мастер спорта, он заслужил это. Я готовился к этому бою. Этот бой показался для меня хорошим. Не просто хорошим, даже отличным в моей карьере. Я доволен этим боем. Готовился долго. Одесса снова возродила свой статус кузницы чемпионов по боксу. Одессит Сотна Рогава выступил на Олимпийских играх в Токио. Боксер из Одесской области Юрий Захариев стал чемпионом мира. А Максим Маладан стал серебряным призером чемпионата Европы по боксу. Спортсмен завоевал победу в бою. И только после протеста стороны соперника, к сожалению, у него забрали золото. К слову, уже этой осенью впервые в истории Одессы именно наш город будет принимать чемпионат Украины по боксу по элите, который пройдет на базе спортивного комплекса «Университет» на 8-й станции Большого фонтана. За месяц буквально проводили чемпионат Европы Италии. Наш Маладан Максим стал серебряным призером. Сейчас буквально дней 10 назад мы тоже вернулись в Грузию. Гектор, наш спортсмен по юниору, стал тоже серебряным призером чемпионом Европы. До этого, вы знаете, два месяца назад тоже Юра стал чемпионом мира Польши проводили. Ну, результаты есть. И я также желаю этому клубу молодому успеха, удачи также. Такое взаимодействие Федерации бокса Одесской области и ее президента Халя Дамусаева, Национальный университет Одесской юридической академии, президента университета Сергея Алексеевича Кивалова дает возможность проведения огромного количества турниров по боксу, по другим видам единоборств. И таким образом мы делаем наш город именно столицей, спортивной столицей Украины. Потому что именно сюда приезжают спортсмены, именно здесь проводятся чемпионаты области, Украины, Европы, мира. Только за этот месяц мы провели более 10 турниров различного уровня. И вот сегодня такая серьезная кульминация. Для нас это тоже дебют для боксерского клуба Академия бокса, проведение этого турнира. И очень приятно, что такое количество спортсменов приехало, что спортсмены показывают высочайший уровень. Это значит, что мы делаем правильное дело и дальше хотим и будем развивать этот вид спорта. Боксерский клуб Академия бокса был открыт в непростое время, в разгар пандемии. Несмотря на это, в зале занимается большое количество детей и взрослых, которые обучаются мастерству олимпийского вида спорта. Боксерский клуб Академия бокса оснащен современным оборудованием и необходимой инфраструктурой для удобства спортсменов. Кроме этого, проводятся индивидуальные и групповые тренировки, как для профессиональных боксеров, так и для начинающих. Академия бокса планирует продолжать поддерживать спортсменов и открывать новые имена в спорте, которые будут прославлять родной город, Одесскую область и страну на мировой арене.